не потому что они плохие, а потому что они делают какую-то не свою работу, у которых нет какой-то предисположенности. В результате этого компания теряет огромное количество денег. Так вот, у коллег есть реальная методика, которая позволяет проводить диагностику сотрудников и, соответственно, говорить, надо ли им заниматься этой работой, или же, возможно, они поведут для какой-то другой работы. И они, соответственно, упаковались, у них уже есть реальные кейсы влияния на бизнес. И подробнее о методике и, в общем-то, развитии этого перспективного направления расскажет Татьяна. Тебе слово. Дорогие друзья, всем привет. Я всех рада видеть. Меня зовут Вавилова Татьяна, и я парнояльный шизоид. Я вас больше не буду пугать такими страшными словами, потому что задача нашей платформы как раз-таки больше не использовать эту страшную терминологию и упростить нашу дорогую сложную методологию, и чтобы она была применима для любого уровня компании, для любого специалиста совершенно под разные должности. Наша компания к нам обращается совершенно с разными проблемами, но обычно это эмоциональное выгорание сотрудников на рабочих местах, это текучка персонала и это конфликты между сотрудниками. Один из наших клиентов, с которым мы недавно работали, достаточно уже давно, но вот последний кейс, мы работали с той проблемой, что первая линия технической поддержки у них не клиенты ориентированы. Они могли хамить, бросать трубки и всячески нехорошими словами обзывать клиентов. И также команда первой линии техподдержки была совершенно оторвана от всего другого коллектива. Они были унылые, постоянно несли негативный эмоциональный фон в остальной коллектив. Что мы сделали? Мы, когда пришли в Тикетленд, мы взяли лучших сотрудников, кто у них работает и уже делает показатели. Оценили их, протестировали, поняли, за счет каких качеств они могут общаться с клиентами вежливо, заботливо, при этом эта работа им не надоедает. Посмотрели новых сотрудников и фактически по ксерокопированию набрали таких же заботливых, доброжелательных людей, которые сейчас работают в компании. И все это дало свои результаты. В первую очередь, мы в два раза быстрее укомплектовали этот отдел. Во-вторых, сейчас в отделе нет никакой текучки. В-третьих, резко повысился уровень клиентского сервиса. И в-четвертую, что самое важное, любовь и дружба в коллективе. И, наконец-то, в чате сердечки, мимишки и счастья. В целом, наши клиенты отмечают, когда они нас внедряют в компанию, то сокращается текучка в два раза, срок жизни сотрудника увеличивается в полтора раза и восстанавливается микрохлимат в компании. Рынок. Кстати, коллеги, скажите, а кто использует сейчас тестирование при найме сотрудников? Ну вот, рынок почти пуст. Сейчас мы оцениваем наш рынок как 2,5 миллиарда. Мы хотим прийти к показателю в 10%, что составит 250 миллиардов. Это по минимальным расчетам. Все мы это планируем сделать нашей амбициозной командой. Наш научный руководитель, князик Александр Михайлович, как раз и Киев, он и возглавлял лабораторию 10 лет в психодиагностике в ФСБ. Вавилова Татьяна, я практика, я из бизнеса. Сейчас есть работающий бизнес по продаже банковских услуг. И с клиентами работаю давно, я знаю проблематику изнутри. И наш Саванян Артем, наш разработчик-программист, который уже стал с нами психологом. И в штате есть 5 сотрудников, которые закрывают основные вопросы. Это маркетинг, продажа и саппорт наших любимых клиентов. Мы проанализировали все методики, которые есть на рынке. Иностранные методики, российские методики. С точностью могу сказать, что у нас есть 3 уровня проверки лжи, которые делают нас самыми точными из всех представленных методик на рынке. Мы можем гибко делать настройку профиля под отраслью компании и под специфику кандидатов в компании, что дает нам возможность быстро подстраиваться под задачу компании. И рейтинг кандидатов на соответствии должности. Что это значит? Это значит, что HR или в целом компания может в один клик быстро понять, подходит человек на должность или не подходит. Результаты за обсидератор. Мы в 4 раза выросли по прибыли, в 2 раза прибавили в клиентах и в 2 раза прибавили в наших партнерах. Планы у нас в следующем году это вырасти в 7,5 раз. Также сделать 300 плюс клиентов и сделать 42 партнера. И сейчас, на данный момент, мы уже выходим на рынок СНГ. Нам нужны инвестиции для бурного роста. Нам нужны компетенции. Меня зовут Вавилова Татьяна. Еще раз проб диалог. На почту, на мою личную, если у кого есть интерес посмотреть изнутри, как работает наша методика, оценить себя, напишите, пожалуйста, я не шизоид, знак вопроса. И мы вам тогда сгидируем ссылки, покажем, как работает наша методика. Спасибо большое. Выбирайте. Правильный период. Спасибо. Для этого вопроса, вы можете решить, а кто из каких-то людей, предпринимателей, тоже паранояльный шизоид? Ну, параноики, я думаю, во-первых, тут половина людей, скорее всего, паранояльный шизоид. Потому что параноики сами по себе люди, лидеры по натуре, все не устремленные, а шизоиды те, кто могут творить. Поэтому цель и творчество, и все несется в правильный. Супер. Хороший ответ. Спасибо.